Люди — это люди. Я стараюсь их уважать и помогать им там, где они находятся. Ей в тот день нужно было внутреннее исцеление. Если по какой-то причине все-таки есть там бес, то это было не время для них. Бог все контролирует от славы в славу. Иногда люди нуждаются просто во внутреннем исцелении. Как нужно человеку пересесть на заднее сидение? Ну, это образно, да? Когда из человека говорят бесы, сам человек может слышать и понимать, что происходит. У всех все по-разному. И у меня было свидетельство человека и я эту историю хотел бы рассказать завтра. Ага. Так. И эта женщина, сказала, что когда я проводил освобождение с ней, такое ощущение у ней было, что она как бы опустилась к себе в живот, так скажем. И она все видела и слышала, но на первом плане ее не было, так скажем. Некоторые люди видят и понимают все, что происходит. Иногда нет. Некоторые нет. Реакция людей на освобождение всегда отличается. Она разная. У всех по-разному происходит. Но система одна. Как бы самого освобождения. И чем больше вы будете практиковать, тем больше вы увидите это. И вы уже, я думаю, заметили, что каждый случай уникален. И, возможно, вы видели, как когда бесы проявлялись, они выходили быстро, а иногда требуется время, чтобы выгнать их всех. Библейское основание просить ангелов мучить бесов. Ангелы даются нам в помощь. И поэтому мы, как верующие, должны это использовать. Меня бы устроил такой ответ, сказал Майк. Ну, это просто. Ну, в Библии написано, что они суть служебные духи. Что, что ты говоришь? А, вы не знаете, кто это пишет? Кто это пишет? Кто это пишет? Демоны или у нас? I know that Pastor Дмитрий has angels all around him he needs them with the way he drives what did he say? maybe the demons made the person to write that kind of question he has a sense of humor Mike говорит я точно знаю, что у Пастора Дмитрия много ангелов то, как он ездит по дорогам мне нравится, потому что иногда бывает время, когда надо быстро куда-то доехать this didn't happen today he called in a person yeah, a demon manifested and said I used to be in that person yeah, but he gave it to a demon he said I'm this and that I'm the demon from John Smith oh, okay okay, that could be a soul transfer you can read it this is a deeper level of deliverance тут такой вопрос такой при изгнании демон назвался именем и фамилией человека в котором он был раньше что это значит? I was ministering to deliverance to a man in Michigan yeah, однажды я проводил служение освобождения с одним человеком в Мичигане suddenly I divided soul and spirit and I commanded a part to come up и я отделил дух от души и я приказал чтобы поднялась та часть this was a man that I was ministering to yeah, but what part you asked to come up I'll tell you in a minute I was ministering to a man I asked for a part to come up and all of a sudden it came up и я сказал что если есть кто-то кто должен сейчас подняться на поверхность выходи и это произошло I said what is your name? я спросил как тебя зовут? it's not a demon it's a part и я понял что это небес это была часть какая-то в этом человеке the man's voice changed голос человека изменился and said Stephanie and said Stephanie which is a female name in the United States это женское имя в Америке this is a deeper side of inner healing and deliverance на самом деле мы идем уже в глубину освобождения и внутреннего исцеления parts of other people can get in us иногда части других людей могут проникать в нас which is practiced this колдуньи практикуют they can project into you они могут проецировать себя в вас as a child of God don't be afraid of this но будучи детем Божьим не бойтесь этого but it is very common for a person that comes under demonic leadership но когда человек ведом или управляем бесами those leaders sometimes know how to control people through spirit transfer или даже они находятся под каким-то человеком который одержим и вот эти лидеры там начальники или кто-то кто практикует вот такие вещи они могут трансформ как это сделать трансфер своей души в этого человека and it's all about maintaining control и все это для того чтобы удержать контроль чтобы контролировать people that are SRA victims satanic ritual abuse люди которые пережили насилие из-за каких-то сатанинских ритуалов it is not uncommon for them to have a soul transfer from their leader to to keep them in control to keep control достаточно распространено среди таких людей что те лидеры вот в этом культе они буквально транслировали себя в этих людей для того чтобы контролировать это очень важно и если вы столкнетесь с этим нужно говорить вот этой части которая пришла извне вы должны говорить что у нее нет права находиться в этом человеке прикажите ей уйти и вернуться в свое тело то есть кому она принадлежит но когда вы будете отправлять эту часть обратно вы скажите чтобы он оставил своих бесов и конечно если например это лидер какой-то одержимый и он транслирует часть себя в этого человека то транслируются его бесы туда я хочу чтобы человеческая часть этого человека вернулась туда где она принадлежит чему она принадлежит я приказываю этим бесам которые пришли с этой частью человека остаться для того чтобы их выгнать я хочу чтобы они пережили суд и чтобы они были уничтожены они же все равно там были в этом человеке прикажите им остаться и изгоните их из этого человека и тогда таким образом этот человек полностью освободится от вот этого транслируется транслирование наверное подходит это слово да я могу еще историю рассказать и мы закончим с вопросами перейдем к практике однажды я был с пастором Бобом Ларсоном и он вообще у него все хорошо получается там была одна молодая девушка которая сидела она была частью церкви и у них там при церкви был библейский колледж и преподаватель в этом колледже говорил такие слова которые старались загнать людей под контроль чтобы они не уходили из этой церкви и например в Соединенных Штатах такое случается когда некоторые церкви считают что они лучше чем остальные а на самом деле это Божия церковь и мы все вместе молишься ты на языках или ты не молишься на языках все заключается в Иисусе а этот человек который был лидером церкви использовал такие слова чтобы манипулировать людьми навязать им страх чтобы они ни в коем случае не ушли из этой церкви и когда мы служили этой девушке так же как бес проявилась часть вот этого учителя вот этой женщины которая учила их то есть часть ее была в этой девушке вот это транслирование души я приказал этой части вернуться туда где она принадлежит но приказал бесам остаться и потом бесы проявились и после этого мы их изгнали и эта девушка получила исцеление бремя ушло с ее души страх перед этой церковью ушел и я был там все это видел и на самом деле это следующий уровень внутреннего исцеления и освобождения но это происходит это бывает я понимаю что это все звучит так нереально но я лично это сам видел своими глазами и возвращаясь к той истории к мужчине в Мичигане с которой я начал и через него еще проявился его предок там пра-пра-пра Стефани а Стефани was his пра-пра it was it was an ancestor from way back а вот это Стефани она как раз была его пра-пра-пра that was abused которая была подвергалась насилию just I know it sounds crazy but what I did just like when you do inner healing I led Стефани to Jesus but Stephanie wasn't aware of Jesus because it was so where she was you know how inner healing you lead the part you lead the part to Jesus I led that ancestral part to Jesus now I'm really not talking to a great ancestor by the way but you've got to understand in your brain and in your DNA it's a little different you've got DNA that goes all the way back to Adam вы должны понимать что у вас есть ДНК в котором заложена вся информация от времен Адама у нас у всех это есть it's in there and and then that thing sometimes for some strange reason that part can manifest it's a part of you and it can manifest in a deliverance setting and there's usually a demon behind that part but but so we approach that just like we do with inner healing to fractured parts in your life from when you were kids so we we all did so we did when we talk about внутреннего исцеления when we исцеляем израненные уголки души lead them to Jesus then drive the demons out то есть нужно привести к Иисусу эту часть и изгнать беса now I would think that that's just a broad stroke but that's another level of deliverance и на самом деле это еще один уровень освобождения так ну давайте на сегодня с вопросами мы закончим перейдем к практике вот мы мы можем Продолжение следует...